С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему Господу миров, мир и благословение его посланнику, его семье и сподвижникам. Всем моим братьям и сестрам, ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Сегодня мы с вами поговорим о Судном Дне. Он ждет каждого из нас. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, побуждал нас быть добропорядочными мусульманами. Завещал нам верить в Аллаха и в Судный День. Во многих хадисах передается, что Пророк говорил, «Тот, кто уверовал в Аллаха и в Судный День, он снова и снова это повторял». И огромная доля Корана посвящена Судному Дню. Мы должны снова и снова думать об Аллахе, снова и снова думать о Судном Дне. Грехи люди совершают из-за того, что либо вообще не верят, либо слабо верят в Аллаха и в Судный День. Чем больше мы думаем о Дне Воскрешения, как Аллах после смерти воскресит нас, как мы предстанем перед Аллахом, как Аллах будет спрашивать нас, тем больше мы будем богобоязнены, тем сильнее будем придерживаться рамок дозволенного. Если у вас в семье редко говорят о Судном Дне, то от этого сердце людей умирает. Думайте о Судном Дне, представляйте Судный День. Это оживляет сердце и укрепляет в человеке связь со Всевышним Аллахом. Многие люди не хотят думать о смерти, о могиле, о вечной жизни, о Судном Дне. И это на самом деле плохо, потому что ждет-то это каждого. А вот тот, кто не готовится к этому, может в итоге пострадать. Мы все придем на Судный День. Все встретимся с Аллахом. Будем мы думать об этом или нет, примите это. Мужайтесь. Смиритесь. Перебори себя и думай об этом. Это твое будущее. Это то, что произойдет с тобой. После того, как мы умрем и попадем в могилу, мы там будем. В такой области, где души ждут Судного Дня. Если жил правильно, тебе там будет хорошо. Дай, Аллах, чтоб нам там было хорошо. Амин. Когда ангел Исрафил подует в рог, люди, животные, джинны, жизнь на земле умрет. Аллах говорит, в тот день, когда подуют в рог, перепугаются и потеряют сознание те, кто на небесах и те, кто на земле. Когда ангел подует в рог, последние люди, оставшиеся на земле, услышат звук, поначалу приятный. Люди удивятся, что это за звук. И он будет усиливаться. Пока не станет разрушительным. Здания будут рушиться. Горы сойдут со своих мест. Аллах говорит в Коране, когда падут звезды. Когда горы будут сдвинуты со своих мест. Когда верблюдицы на десятом месяце беременности останутся без присмотра. То есть, в момент, когда им особо забота нужна. Когда дикие звери будут собраны. Когда моря запылают. Дальше Аллах говорит. Когда ад будет разожжен. И когда рай будет приближен к праведникам. Тогда каждая душа познает, что она принесла. Поймет, вот что я натворил. То, что мы делаем сейчас. Аллах покажет нам в судный день. Мы будем окружены своими поступками. Пусть Аллах защитит нас и простит нам наши грехи. Пусть он скроет наши грехи вообще ото всех. И простит нас. Еще до судного дня. Да будет так, Господь миров. Аллах говорит. Когда земля содрогнется от сотрясений. Это уже когда ангел второй раз подует в рог. Когда в первый раз он в рог подует. Даже ангелы умрут. В Коране Аллах говорит. В суре милостивый. Все на земле смертны. Вечен. Лишь. Лик. Господа твоего. Аллах говорит. Он первый и он последний. После того, как умрут люди, джинны, ангелы. Аллах пошлет дождь. Потом Аллах оживит ангела, который дует в рог. Исрафила, мир ему. Когда он оживет, снова подует в рог. И после второго дуновения все оживут. Аллах воскресит всех. Души снова воссоединятся с телами. Аллах восстановит наши тела. Мы будем в могилах, когда Аллах оживит нас. И мы выйдем из могил на поверхность. И это будет судный день. Аллах воскресит всех людей, которые когда-либо жили. Каждого джинна Аллах воскресит. Каждое животное. Каждое свое творение. Воскреснут насекомые. Динозавры. Вообще все существа, которые жили здесь. На этой планете. За всю историю. Они отомстят друг другу. Если одно животное притесняло другое. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал. Если овца боднула другую овцу, у которой был сломан рог. Теперь безрогая овца боднет рогату, и это будет возмездием. После этого Аллах превратит их в прах. И Аллах говорит, неверующие скажут. Эх, если бы я стал прахом. В судный день солнце будет над головой на расстоянии мили. В судный день, Аллах говорит, они последуют за глашатаем. И им не удастся уклониться от этого. Их голоса перед милостивым будут смиренны. И ты услышишь только тихие звуки. Люди будут говорить, о моя душа, о моя душа, что же со мной будет? Аллах говорит в Коране. Каждая кормящая мать забудет того, кого она кормила. А каждая беременная выкинет свой плод. Когда она увидит сотрясение судного дня. Аллах говорит, этот день заставит посидеть младенцев. Пусть Аллах убережет нас от этого. Пусть Аллах защитит нас, простит наши грехи. И пусть спасет нас в этот день. Амин. Аллах говорит, когда земля содрогнется от сотрясений. И когда земля извергнет свою ношу, то есть всех, кто был похоронен в земле, она извергнет наружу. И человек спросит, что же с нею? В тот день она расскажет свои известия. То есть будет свидетельствовать. Когда земля будет распростерта, извергнет то, что в ней, и опустеет. И внемлет своему Господу, как ей надлежит. Вот дом твой, где ты живешь, в судный день будет свидетельствовать, что ты делал в нем. Если в каком-то месте у себя дома ты грешил, поклоняйся теперь там Аллаху. Поминай Аллах, делай что-то хорошее, чтобы это место за тебя свидетельствовало в судный день. Это не обязательно, конечно, возвращаться в то место, где грешил, чтобы Аллах принял твое покаяние. Конечно, Аллах принимает покаяние, где бы вы ни были. Просите прощения у Аллаха там, где находитесь. Что это значит? Это значит, я прошу прощения у Аллаха. Кроме которого нет никого достойного поклонения. Нет других богов. Аль-Хайюль-Кайюм. Вечно живого, поддерживающего все живое. Небеса, землю, вообще все, что существует, он поддерживает. И я каюсь ему. И нет силы и мощи. То есть никто не способен совершить какое-то добро или избежать греха. Илля биллях, кроме как с помощью Аллаха. Аль-Алии высочайший, аль-Азим величайший. Так что кайтесь Всевышнему Аллаху, пока вы еще в этом мире. Посланник Аллаха сказал, Каждый раб Аллаха имеет возможность покаяться Аллаху, пока не увидит ангелов. То есть, когда приходит ангел смерти за твоей душой. Вот до этого момента можно покаяться. Как ангел пришел, уже поздно. Когда мы встанем перед Аллахом, уже будет поздно. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва салям, сказал, что в этот день Всевышний Аллах будет так разгневан, как никогда раньше. И после этого он уже никогда так больше не разгневается. И первое, за что Аллах Всемогущий и Навелик спросит нас в судный день, это молитва, намаз. Аллах спросит нас за утреннюю молитву, за полуденную, предвечернюю, вечернюю, ночную, за первый день, за второй, за третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и так далее. И так до конца жизни. Это первое, за что Всевышний Аллах спросит в судный день. Если вы не соблюдаете намаз, то начните сейчас. Аллах описывает судный день, как огромную катастрофу. В Коране Аллах говорит, когда же раздастся оглушительный глаз, когда ангел подует в рог. В тот день человек бросит своего брата, свою мать, своего отца, таких близких людей, которые о тебе заботились, защищали. Свою жену, своих сыновей, это же такие дорогие люди. Аллах говорит, ибо у каждого человека своих забот будет сполна. И близкий друг в судный день тоже не поможет. В Коране Аллах называет судный день днем взаимного обделения. В судный день люди будут искать, у кого можно забрать благие дела в счет притеснения в земной жизни. В судный день будут весы. Если у человека чаша добрых дел окажется тяжелой, он получит книгу своих деяний в правую руку и попадет в рай. А если чаша добрых дел окажется легкой, человеку грозит ад. Об аде Аллах говорит, гиена готова разорваться от ярости. В судный день гиену приведут за 70 тысяч поводьев, каждый из которых будут держать 70 тысяч ангелов. Это вот как собака злая, которая вот-вот сорвется с поводка, и хозяин сдерживает ее. Пусть Аллах защитит нас от гиены. Да будет так, Господь миров. О, Аллах, мы прибегаем к Твоей защите от мучений в могиле и от мучений адского огня. Амин. Да будет так, Господь миров. Так вот, в судный день друг у друга люди будут забирать праведные дела в качестве компенсации. Пророк, салаллаху алейхи у салям, говорил нам, если у тебя есть что-то нерешенное между тобой, твоим братом, или сестрой, или другом, вообще хоть с кем, да хоть со врагом, поступил с кем-то несправедливо, искупи это в этом мире. Потому что если в этом мире ты этого не искупишь, Пророк, салаллаху алейхи у салям, сказал нам, в судный день, когда мы предстанем перед Аллахом, придут люди, с которыми я имел дела в земной жизни. Вообще все, с которыми я только пересекался. И люди будут искать, у кого можно взять благие дела в качестве компенсации. Кто-то скажет, этот человек пролил мою кровь, и Аллах позволит ему взять какое-то количество добрых дел у обидчика. Другой придет, скажет, этот человек меня обругал. Аллах позволит ему взять сколько-то дел. Другой скажет, этот человек украл у меня то-то, а у обидчика кончились добрые дела. В итоге его жертвы будут складывать на него свои грехи. Нет Бога, кроме Аллаха. Вот это и есть день взаимного обделения. Аллах говорит, в тот день тайное станет явным, молитва есть хорошая. «О Аллах, я прошу Тебя, прикрой мою наготу и защити меня от страхов». Или можно вызывать к Аллаху через его имя «Ас-Саттар», покрывающий ошибки. Говорить ему «О Саттар, О Саттар, О Саттар, О Тот, Кто покрывает ошибки, О Тот, Кто покрывает ошибки». Вызывайте ко всемогущему великому Аллаху, повторяя это. Судный день грядет. После судного дня дороги только две. В рай и в ад. Если чаша добрых дел, тяжелой, оказывается у человека. Аллах говорит, те, чья чаша весов окажется тяжелой, обретут успех. Тот обретет приятную жизнь. Тому человеку книга его деяний будет дана в правую руку. Он будет радостно провозглашать это в судный день. Вот, прочтите мою книгу, я верил, что мне предъявят счет. А у кого чаша добрых дел будет легкой, тот попадет в жаркий огонь. Пусть Аллах всемогущен и велик защитит нас. Да будет так, о Господь миров. Чем больше мы думаем о реальности судного дня, обо всей этой картине, которую Аллах в Коране рисует, тем яснее осознание. В судный день, кроме добрых дел, другой валюты не будет. Аллах говорит, в тот день не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. Даже если у тебя будет все золото мира. Человек не откупится от Аллаха. Аллах говорит в Коране. Воистину, от тех, которые не уверовали и умерли неверующими, не будет принято даже золото размером с землю. Если кто-нибудь из них попытается откупиться этим, делайте добрые дела. Сейчас Рамадан идет. Награда на 70 умножается. Как можно больше раз говорите, Субханаллах, Пречист Аллах, Аль-Хамдули-Лях, Вся хвала Аллаху. Поминайте Аллаха, Коран читайте с переводом, улучшайте нрав. Намаз читайте с погружением, осознанно. Делайте как можно больше добрых дел. Сейчас мы готовим свое будущее. То, что мы сейчас делаем, увидим в судный день. Пусть всемогущий, великий Аллах внушит нам всегда стараться изо всех сил готовиться к судному дню. Амин, Господь миров. Сделаем дуа. О, Аллах, благослови нашего Господина и Покровителя Мухаммада, его семью из подвижников. О, Аллах, внуши много добра творить. И защити нас от всякого зла. О, Аллах, внуши нам прожить жизнь так, чтоб ты забрал нас из этого мира в высшую степень рая. И в промежуточном мире перед судным днем дай нам оказаться на высших степенях. И в судный день проведи нас вместе с пророками в высший рай, чтобы с самого начала дня суда и до конца его мы были с ними. Не отделяй нас от них, пока они не войдут в высший рай. И сделай, чтобы мы и наши любимые были вместе с ними. Амин. Молимся за благородного пророка у Господь миров. Хвала тебе, милостивейшие из милостивых. Да воздаст вам Аллах благом.